Херес это сорт крепленного вина, который производится в Испании по специальной технологии. Именно хересом принадлежит рекорд по самому сухому и самому сладкому вину. Я приветствовался на канале Mixdrink, коктейли, напитки, домашний бар и все те вещи, которые вы сможете повторить, приготовить у себя дома. Сегодня я бы хотел попробовать два замечательных напитка. Херес Фино и Херес Педро Хименос. Они у меня оба оказались в подарок в презент. Фино от Сергея, Педро Хименос от Романа. Что у нас по поводу Хереса Фино? Он делается по специальной технологии. Выдержка по системе Солера Криадера под слоем флера. Если флор не образуется, то Херес Фино называется Хересом Олороса. Если же флор в процессе выдержки гибнет, либо случайно, либо преднамеренно, то получается сорт Хереса под названием Амальтильядо. Который уже сочетает в себе вкусовые особенности, вкусовые нюансы, как Фино, так и Алороса. И вот в Хересе Фино, так как он выдерживается в дубе, стареет в дубе, без доступа кислорода, образуются свои вкусовые нюансы. Во-первых, первое, что я чувствую, это, конечно, аромат вина, легкая спиртуозность. Здесь 15 объемных долей спирта и сахара в составе самый минимум. Он даже не указан на этикетке. Первое, что мне бьет в нос, вот прям аромат в сочетании с вином, вот легкая спиртуозность. Это какой-то аромат сыра и орехов. Вот этот сырно-ореховый аромат, сырно-ореховый запах, он прям потрясающий. То есть, по факту, это крепленное вино очень схоже по характеристикам с сухим вермутом. Но оно разительно отличается от него по аромату. Оно максимально сухое, плотное. Чувствуются нюансы выдержки, чувствуются нюансы оксидации. Вот эти вот ореховые, сырные ноты. В перемешку с каким-то легким послевкусием зеленых фруктов. Есть ощущение, что ты, когда пьешь этот напиток, ты прям кусаешь зеленый недозрелый фрукт. Очень приятно, очень вкусно. Он легко пьется, он такой ненавязчивый. Обволакивающий эффект. Хорошая кислинка. Даже легкая горечь. Очень приятный напиток, мне очень нравится. Хереса в сочетании в коктейлях просто идеально. Я делал с ним белый Негрони взамен винному аперитиву Лиле. Получилось очень вкусно. Отличный Херес. Отличный напиток, который достойное место займет у вас в баре. И следующий наш представитель из Хересов, это, конечно, Педро Хименос. Сладкий, максимально сладкий напиток. Здесь у нас 17 объемных долей спирта и 375 грамм на сантиметр кубический. То есть он всего лишь имеет в два раза меньше сахара, чем стандартный простой сахарный сироп. Очень мощный, очень насыщенный. Хереса вообще защищены по географическому происхождению. Их разрешено делать из трех определенных сортов винограда. Это Паламино Фино, Педро Хименос и Маскотель Фино. И вот сочетанием этих виноградов делаются разные сорта. Чистые, Фино и Педро Хименос и различные сочетания. На самом деле классификация Хересов очень разнообразна, очень обширна. И это, наверное, один из самых известных крепленных вин во всем мире. И бочки из-под Хересов разных сортов очень часто используют как вторичные бочки для выдержки виски, рома и других крепких напитков. Они очень много вкуса отдают им на бочки и в итоге выдерживаемый в них позднее напиток приобретает очень много разнообразных вкусов, ароматов и всех этих нюансов. Это пахнет просто изюмом, черносливом, шоколадом, компотом сливовым, какой-то вот выворкой мощного компота, чуть даже пригоревшего варенья. Очень насыщенный аромат, максимально разные напитки. Здесь просто сахар, сладость, нежность, десертность, здесь сухость, строгость, такая прям подчеркнутая аристократичность на вкус. Это очень сладко, это очень насыщенно, это очень мощно, обволакивающе и даже вяжем. Во вкусе полностью повторяет аромат. Вы чувствуете чернослив, вы чувствуете сильно подвяленный изюм. И вообще вот этот Херес делается уже из слегка подвяленных виноградин сорта Педро Хименос. Поэтому он и получается такой мощный, сахаристый, насыщенный. Есть еще другие крепленные вина, которые также обладают большим количеством сахара в составе, даже у наших российских производителей. Но, к сожалению, я пока их не сравнил. Пока что это самый сладкий, самый мощный, самый насыщенный винный напиток, вино, которое я только пробовал. Обалденно! Что один, что другой. Просто вот великолепный по-своему. Ох, какой же он кислый, какой он сухой, какой он обволакивающий после вот этого сладкого нектара. Собственно, по коктейлям оба эти Хереса имеют просто безграничное применение. Один из самых известных, конечно, это все-таки сухой Херес, потому что чаще его используют в коктейлях. И один из самых известных коктейлей с ним, он относится к категории бамбук. Бамбуковый коктейль, и в основном все коктейли с сухим Хересом, так или иначе, относятся именно к этой стилистике. Сам рецепт коктейля бамбук был придуман в 1900-х годах. И в книге необычной напитки Стюарта был официально зафиксирован один из самых первых рецептов. Это 1904 год, куда входят две части сухого Хереса, одна часть итальянского вермута, он же сладкий красный вермут и немножко апельсинового битера. Для приготовления коктейля мне нужен будет смесительный стакан и охлажденная коктейльная рюмка. Поэтому сейчас, чтобы не затягивать процесс, сразу добавлю лед-смесительный стакан, одна часть красного сладкого вермута. Используйте, конечно, свой любимый вермут, либо тот, что у вас есть в свободном доступе. Две части Хереса Фино. Это 60 миллилитров. И, конечно, два Деша Биттера Ангастура. Раз, два. Перемешаем, сбалансируем, охладим коктейль и перельем в коктейльную рюмку. Ммм, отлично. Охладился, сбалансировался. Напиток стал идеальным. Все, великолепно. Очень красиво смотрится. И его, конечно, можно сразу продегустировать. Да, Херес. Херес выбивается на первый план. Немножко сбалансирован красным вермутом. Добавлено чуть пряностей. Ну, все-таки это очень сухой коктейль. Очень мощный. Очень насыщенный. И, на самом деле, питки в качестве аперитива, в качестве какого-то дополнения. И если вы просто не знаете, что сделать с Хересом Фино, а у вас оказалась эта замечательная бутылочка, рекомендую начать хотя бы с этого коктейля. Но, на самом деле, коктейль Бамбук не ограничится только этой рецептурой. Есть более поздняя версия, которая уже делается с ликером Трипл Сек. Также добавляем лед в смесительный стакан. Еще одна охлажденная коктейльная рюмка. В этом случае уже идет сочетание не красного сладкого вермута, а Хереса Фино с сухим вермутом в равных частях. По 40 мл. Херес Фино. И сухой. Также итальянский, либо, может быть, даже французский вермут, если у вас есть такая возможность. Вермут Долин просто прекрасен, великолепен. Очень нежный и приятный на вкус. Также 40 мл Хереса Фино. Собственно, здесь также идет два дэша апельсинового битера и 7,5 мл, то есть, ну, примерно 2 барные ложки ликера Трипл Сек, апельсинового ликера, то, что вам больше нравится. Я предпочту использовать именно Контро. Ликер Трипл Сек. Апельсиновый ликер в данном случае призван немножко сбалансировать излишнюю сухость в сочетании двух этих ингредиентов. Ну, и я думаю, это будет все-таки вкусно, приятно и очень так вот апельсиново. Попробуем, что получится. Ну, слушайте, да, он, конечно, выходит значительно с суши и прям очень апельсиновый за счет сочетания ликера Трипл Сек и очень насыщенного апельсинового битера. Ну, вот теперь сравним. Две версии. Собственно, максимально классическая и та, к которой, наверное, скорее я привык. И вот эта вот новинка. Сочетание сухого вермута и сухого хереса. Должно быть интересно. Неплохо. Ну, я бы не сказал, что прям чувствуется какая-то разница между сухим вермутом и хересом. Они достаточно близки по вкусовому профилю. И вот даже если сравнить вермут Ганчо, который у меня есть с хересом Фино. Ну, херес Фино побогаче по аромату. И также, конечно, побогаче по вкусу. Больше кислотности, больше плотности вкуса. Сухой вермут имеет на его фоне такую вот структуру попроще, пожиже, послаще и погорче. Здесь, как и в первом случае, херес играет ведущую роль. Ну, апельсиновый ликер, конечно, немножко балансирует. Улучшает этот баланс, улучшает вкус. Приятный оба коктейля. Мне нравится, но все-таки классика с красным вермутом. Это прелестно. Очень хороший сбалансированный коктейль. Причем, я бы даже его сделал не два к одному, а один к одному. И он был бы еще чуть поплотнее. Больше пряностей. И вот это сочетание ореховых нот, сырных нот. Выдержка вот это вот все в сочетании с пряностями красного вермута было бы великолепно. Здесь, ну, такой приятный, сухой. Это для любителей сухих коктейлей. Те, кому не нравится сухой мартини из-за мощной алкогольной составляющей. Здесь, собственно, очень сухой коктейль. С апельсиновыми нюансами, с апельсиновым ароматом, с апельсиновым вкусом. И вот таким вот хорошим профилем, хорошей вкусовой палитрой. И сейчас я хочу сделать коктейль, который хотел попробовать очень давно. Специально не делал, чтобы попробовать его впервые в эфире. Он называется рождественский коктейль с заварным кремом. Включает в себя сочетание Хереса Фино и Хереса Педро Хименос. Готовится эта прелесть с ликером Адвокат и с коньяком. Сейчас я вам все продемонстрирую. В качестве коньяка будет хороший коньяк Вазье Соп. Ликер Адвокат, тот, что мне понравился больше всего, будет от бренда Фрука Шульц. Сюда входит 45 мл ликера Адвокат. Тягучий, мощный, очень плотный ликер. Мне он дико нравится, потому что он имеет такой прям вкусовой профиль, который чем-то похож именно на заварное пирожное, какой-то крем. На прям самую-самую вкусняшку. 30 мл коньяка. 15 мл Хереса Фино. То есть по рецептуре 45, 30, 15. Теперь это все надо взбить в шейкере. Осталось только добавить лед в шейкер. И последняя часть. Херес Педро Хименос. Поехали! Здесь также идет замороженная коктейльная рюмка. Процеживаем, фильтруем от кусочков льда. От всего лишнего, что может испортить ощущение от напитка. И в дополнение к этому сочетанию, к заварному крему, идет около 30 мл Хереса Педро Хименос. Пить же его надо. Пить и запивать. Рождественский пудинг и коктейль с заварным кремом. Да. Коньяк с заварным кремом. Великолепно. Ну, собственно, шоколадно-изюмный, сливовый, кремовый. Великолепный Херес Педро Хименос. Это сочетание просто создано для того, чтобы пить и наслаждаться. Да. Вкусно. Здесь сливки. Здесь коньяк. Я понимаю, что сливок здесь нет, но в сочетании с Хересом Фина, вот эти вот орехово-сырные ноты, плюс ликер-адвокат, плюс коньяк, очень вкусно и прям похоже на заварной крем. Вот непосредственно уже куда добавлена какая-то виноградная составляющая. И дополнить всю эту прелесть вкуснейшим, сладчайшим, нежнейшим. Нежнейшим, обволакивающим Хересом Педро Хименос. Прям истинное удовольствие. В общем, с вами был Дмитрий, канал MixedRing. Ставьте лайк, подписывайтесь, указывайте ваше мнение в комментариях. Самое главное, будьте здоровы. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!